Всем вам понравившиеся микроша 2000 В связи с тем, что я получил новую микрошу от компании Наша Электроника Старая микроша в железном корпусе В качестве подарка уезжает от меня на канал к Александру Капусткину Привет, всем доброго дня Переходим с канала Автореаниматор И вот очередная, третья по счету посылочка Самая долгожданная Это микроша Я долго ждал эту посылочку Наконец она приехала Все тут новенькое Так вот она выглядит Сейчас распечатаю и все покажу Вот они новенькие индуктора Это гибкий Это вот что-то можно самому сочинить Под какие-то нужды Ну и уже как бы сделанные Вот пять штучек таких И плюс шнур Вот этот шнурик он периодически обгорает Выгорает Ну его надо менять Естественно вот она инструкция По эксплуатации прибора Ну и сам приборчик Прибор легендарный Он уже участвовал в куче видео Тут Валера Над ним опыты Эксперименты ставил И в итоге его доработал Под усилием Ну и так далее И тому подобное Еще раз хочу выразить Огромную благодарность Это вся посылочка Этот подарочек бескорыстный Человек решил мне подарить Для меня очень нужный Ценный инструмент Прибор С помощью которого Можно очень серьезно Расширить возможности По ремонту авто Ну это потом рассмотрим В частности Применительно К тому чем я занимаюсь Занимаюсь я в основном Без покраской Есть возможность Сделать свой инструмент Разгинать Загинать Закалять Отпускать Ну и так далее И тому подобное Вот у меня инструмент Есть такой Каленый Его в тисочках Особо не согнешь Или же инструмент Вот есть Самоделки Самопалки Ну и так далее И так далее И так далее И тому подобное И вот в частности Висит у меня Памятник Не помню уже сколько Пытался я что-то тут Согнуть Перегнуть И так Ничего у меня не получилось Ну и я его до лучших времен Повесил Для начала Попробуем Нагреть кусочек Железячки Ребён Надо испробовать Вот надел я вот такой Индуктор Здесь у нас Восьмерочка Металл Нажимаем на кнопку Загорается Что-то делает Проехали Проехали Где-то секунд 15 И металл нагрелся Вот пожалуйста Результат Есть Сейчас Дадим немножко остыть И попробуем Его согнуть В элементе Вот пожалуйста Работа прибора Элементарно все делается Загибается туда Куда чего надо Теперь сейчас Что-нибудь посложнее А посложнее Будет вот такой Крючочек Когда-то был Я его Решил Немножко Переделать Заготовочка Нержавеющая Сталь 12 миллиметров И я Хочу его Сделать Вот так Под 45 градусов Возьму Вот такую Трубочку Дабы Можно было Это ссаднуть Где-то 10 секунд Пока что Ничего Металл Начинает Просто Чуть Темнее Ну и Толщина Здесь 12 миллиметров Это тоже Не шуточка 20 секунд 30 секунд Металл Начинает Разовит Где-то 40 секунд И металл Прогрелся Мы нагреем Вот он Металл Нагрелся И мы берем Не все Так получается Как хотелось бы Но В принципе Видим Можно И молоточком В принципе Это сделать Сейчас Продолжим Дошло Теперь До меня Опять же Любым инструментом Любым прибором Пользоваться Надо еще Сообразить Как Но в данном Случае Мне надо Согнуть И вот Я решил Применить Таким образом Что Вот он У меня Рычаг Я могу Двигать Здесь Нагреваем Здесь Гнем Сейчас Подождем Пока У нас Секундная Стрелочка Дойдет Посмотрим Все-таки Это нержавеечка И 12 Миллиметров Круток Так Поехали 10 Секунд 20 Секунд 30 Секунд 40 50 Вот Нагрелось Берем И Загинаем Все Аппаратик Наш Отдыхает Все-таки Для него Это нагрузка Есть Воздух Достаточно Теплый Идет Вот Так Сначала Я Немножко Неправильно Делал Теперь Вот Все Пошло На Ват Надо Только Немножко Подумать Получился Нужный Мне Загиб Одна Минутка Прогрева И Загибаем То Что Надо Сейчас Следующий Эксперимент Будет Вот Они Напильники То Обламывались То Еще Что-то Мне Не Нравилось Но Я Хочу Что-то Примерно Такое Сделать Только Чуть Другого Фасона Вот Из Такого Напильника Сейчас Мы Сделаем Рихтовочный Гладкий Напильник Ну Или Гладилка В простонародье В общем Кто Как Называет Сейчас Будем Гнуть Вот Этот Напильник Примерно Вот Так Для Этого Нам Понадобится Вот Это Вот Микроша Но Уже С Другим Другого Фасона Индуктором Есть У меня Напильники Их Не Жалко Хочу Сделать Из Него Стучалку Сейчас Одеваем Другой Индуктор Уже Туда И Будем Гнуть Напильник Я В данном Случай Выбираю Вот Такой Посмотрим Что Из Этого Получится В Этот Раз Будет Вот Такой Я Называю Как Тряпочный Индуктор У нас Посмотрим Что Из Этого Получится Пришлось Подготовиться 10 Секунд 15 Начинает Нагреваться 20 Вот 30 Секунд Где-то Нагрева Как Мы Видим Результат Прекрасный Прекрасно Все Гнется В Итоге Следующим Номером Нашей Программы Мы Сделаем С вами Гладилочку Напильник Согнулся 30-40 Секунд И Напильник Согнулся В нужном Направлении Теперь Его Надо Обработать Окультурить Отполировать Будет У меня Инструмент Вот Он Напильничек Согнутый Теперь С него Буду Делать Гладилочку Еще Раз Повторюсь Вот У меня Тут Есть Они То Проманные То Не Такой Формы То Не Такой Загиб Этот Напильник Будем Гнуть Закреплять Успех Так Сказать Для Этого Нашел Трубу Что Надо Нашел Повесил Часы Специально Чтобы Видеть Примерно Научиться Понимать Процесс 15 Секунд Греется Пока 20 Этот Напильничек Побольше Потолще 30 Секунд Начинает Потихоньку Разовеет Чем Больше Железка Тем Ее Дольше Греет Уже Начинает Краснеть Вот Я Уже Видно 45 Секунд Уже Прогрелось Все Будем Греть Минутку И Хорош Отлично Достаточно Как мы Видим Легко И Просто При Помощи Такого Прибора Грел Специально Засекал Минуту Напильничек Сгинается Теперь Осталось Взять Сделать Гладилочек Дабы Видео Не Удлинять Я Покажу Как Это Этим Прибором Делалось Гладилки Крючки Дальше Будет Такая Небольшая Врезка Кому Интересно Посмотрят Кому Не Интересно Валерия Авторе Аниматору Ссылочка Там Будет Ниже Закреплена Огромное Спасибо За Такой Шикарный Подарок Теперь Мои Возможности Расширились Будем Делать Инструмент Гнуть Мять Колить И Делать Себе Новый Инструмент Ребята Прогрев Занял Ровно Одну Минуту Смотрим Что Из Этого Получается Зайдем С другой Стороны Наверное Сейчас У многих Мастеров По ПДР Ёкает Сердце Они Начинают Понимать Что Сейчас Здесь Происходит Как вам Такое Прогрев Ровно Одна Минута Выключаем Микрошу Работаем Можно Добавить Ну Вот Такая Штучка У нас Получилась Ребят Она Еще Даже Здесь Горячая Здесь Холодная Я Думал Мастеров По Дыру Многих Ёкнуло Сердце Насколько Легко И просто Можно Себе Сделать Гладилку Из Москвичевской Рессоры Это Рессор От Москвича Ребят Ну Вот Ребята В итоге Вот Такой Поскрип Он У нас Получился На Каждый Загиб Микроши Потребовался Всего Навсего Ну Минута Минута Двадцать Секунд Я Дольше Шлифовал И полировал Вот Этот Кусок Москвичевской Рессоры Тех Кто Занимается ПДР Или Просто Рихтовкой Рихтовкой Автомобиль Не обязательно Без покраски Просто Рихтовкой Прекрасно Знает Что такое Гладилка Что такое Рихтовочный Напильник Ну Вот Гладкий Рихтовочный Напильник Для Тонких Работ Пожалуйста То есть Вещь Красивая Аккуратная Симпатичная Можно Вполне Вполне Себе Шлепать Вот Одна Из Возможностей Аппарата Микроши Еще Раз Говорю Кто хочет Сочтите Это рекламой Кто хочет Сочтите Это просто Демонстрацией Возможностей Того оборудования Которое Дает Современные Технологии При помощи Которого Можно делать Вот такие Замечательные Вещи Вот это Газовая Горелочка Из баллончика Ну Уже Никак Не сделаешь Да Большим Пропановым Резаком Или ацетиленом Легко Я согласен При наличии Горной И так далее Здесь Все просто Розетка 220 вольт Получаем Новые Необходимые Нам Инструменты Ладно Я уже Опять Повторяюсь Так что Всем Всем Любителям Поковыряться Железками Всем Любителям Новых Технологий Всем Кому Было Просто Интересно Посмотреть На Возможности Индукционных Нагревателей Это еще Не такое Широко Распространенное Явление В гаражах Да В пределах По крайней мере Нашей родины Всем Как всегда Вот такой Огромный Привет Всем Творческих Успехов Чем Пока Еще Позволю себе Маленькую Ремарку Теперь Начиная С этого Видео У меня На канале Появится Новый Раздел Будет Называться Микроша Все Что Будет Делаться При помощи Этого Прибора Там Вы Сможете Посмотреть Продолжение следует Продолжение следует...